Ха-ха-ха-ха. Welcome, 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 дорогие мои. Дженейровцы против Рокстайгерсов наконец-то добрались до игры. У нас здесь пауза была такая же длинная. Нет, такие шутки все нельзя говорить. Какие еще есть паузы? Просто длинная пауза. Все, успокойтесь. Просто длинная пауза. В этот перерыв, я думал, что-то произойдет сверхъестественное, а всего лишь нам заменили Линдоранга. Чатик делал предположение, что, возможно, после той игры Линдорангу понадобился психолог, и они сейчас с ним работали. Но в реальности, видимо, связано это было с установкой настроек Шая. Как я и говорил, замена произошла. Тайгерсы заменили своего топ-лейнера. Хоть он и, понятно, не виноват, Линдоранг, но замена вынужденная. Там комментарии в чатике, я не могу читать их, потому что первые комментарии были как раз на ту тему, которую я хотел закрыть. Ну, это да. Стал папой в 14. Ништяк, ништяк. Иксу взял у нас сам для себя, походу, Галлио. А может быть, это будет снова этот танковый сетап. Шай берет у нас Кенона и радуется Санг-1. Не знаю, чем он радуется. Вы только что были унижены тремя танками и адыкерри в предыдущей игре. А сейчас радуетесь тому, что взяли Кенона. Ну, зря-зря. Аш-а была еще добавлена Санг-1. И очень сильно занят своими ногтями у нас здесь игрок. Один даже не знает, смотреть ли тут на баны пики линии. Да и не особо думает, что тут на них смотреть. Ну, походу, в этой игре не будет Дженеров сыграть через 4-х танков и Кейтлин. Тем более, что уже взяты 2 мидгеймовых неплохих чемпиона, чтобы повоевать. И главное, есть еще гиперсприд пуша, с которым ни один танк не справится в лейте. Галлио может остаться все еще на миде. Но пока Умти взял у нас Грейвса. И Джейс был взят против Кенона. Мы видели с вами этот матчап. Джейс Кенон уже несколько раз. Не в этом сезоне, правда, не в патче 7.10. А до этого 7.8, там 7.7. Джейс выигрывает где-то, наверное, вплоть до 11-го левела Кенона. Если не умрет от каких-то гангов. И потом начинается проблема у него. Бранд для Кея, судя по всему. Таша Бранд Ботлэйн. Любопытная идея. Очень сильное давление будет от команды Rockstargars в начале игры на Дженейровцев. Они банят Блицкранк от Сноуфлавера. Вот как раз Сноуфлавер тот самый. Я говорил сегодня маты, я оговорился, ребят. Сейчас я вспомнил Сноуфлавер. Как раз и брал у нас Блицкранк. Надо это записать, что он один раз его брал. Они ту игру проиграли. Это была первая встреча против MVP. Поэтому я перепутал, потому что Мата был в той игре тоже. И минус Ариана. Микки Маус не хочет против Кузановского и Арианы стоять. Ну, она хорошо здесь заходит. У вас Галлио есть. Хотя был Delivery System довольно слабенький был бы. Зря я этого сказала хорошо. Ну, с тяжкой есть. Это неплохо. А так, конечно, не то. Кейтлин. Это все, что осталось для дженейровцев, по сути. Взять это Кейтлин. Вообще, дженейровцы, может быть, уже все и пикнули. Им осталось только бутлейн взять. В зависимости от того, куда Галлио идет. Просто сейчас я исхожу из того, что Сноуфлавер. Это либо Галлио, либо еще возьмет вперед чемпиона. Либо Кузан уже взял Галлио себе, либо еще возьмет себе чемпиона. Кто-то из этих двух игроков заберет Галлио на себя. А, возможно, нет. Все проще. Иксу, мол, есть у нас Галлио. По теории. Рексайка. Еще одна рексайка Сен-Хуана. Или нет. Сен-Хуан Нидоли пикает. Против Грейвса. Что-то какой-то мусор у нас тут. Таггерсы навыдумывали. Ничего пока не сочетается. Ну, чемпионы есть. И это хорошо, конечно. А у нас здесь возможный ботлейн Зая плюс Рейкан. Вполне реально. Заю нам показывает Тедди. Кстати, Тедди на Зая играл уже. Это надо тоже записать. Что он на Ксаяхе играл уже. Ксаяха была взята, ребят. И к Саяхе добавляется Рейкан. Комбо-вомбо любовничков на ботлейне. Против Бранда и Аши. Ну, Бранд Аша, по-моему, здесь не выстоит. Хотя, возможно, Бранд на миде вообще стоит. Не совсем понимаю. Ну, давай, Сноуфлайвер, добирай. Это, кстати, будет первый Рейкан на чемпионате. Еще ни одного не было взято. И, скорее всего, свап будет между Кузаном и Иксу. Джейс на топе. Галлион на миде. Такая комбинация. Мало магического урона у команды Дженейр. Но очень много физического урона. И главное, что Тедди как хрен кто убьет в этой игре. Потому что пока я не вижу вообще крауд-контролу от команды Рокстайгерс. Им нужен сейчас чемпион, который будет ловить Тедди. И вот он. Кстати, не такая плохая идея. Правда, у Кассиопе будет тяжелая жизнь против Джейса в начале. Либо против Галлио. Не будет тяжелой жизни. Посмотрим. Пик справа обычная Солоку. Кстати, да. Если так поглядеть, каждый сам для себя как будто пикал. Команда не слышала, что это такое. Лучше вот я буду просто пикать чемпиона для себя. Я возьму Ашу. Можешь взять какого-нибудь саппорта, который будет помогать моей инициации? Да, конечно. Ну, а тебе Бранда? Отлично. У нас теперь есть Бранд. Давайте возьмем инициацию. Хорошо. Кена на Д. Ну, чувак, ну, какой кена на Д? Ну, ладно, нам нужен хотя бы тогда контроль маг на миде. Кассиопея! Вау! Ладно, дебилы, хорошо. Возьмите хотя бы джанглера, который будет делать инициацию для нас всех. Отличный выбор, Нидали. В общем, жесткие проблемы у Рокстагерсов будут с инициацией. Они могут выиграть эту игру? Конечно же, могут. Потому что сами чемпионы очень сильные все. Но если где-то, в какой-то момент, кто-то начнет проваливаться, хоть одно из этих звеньев проваливаться начнет, им тупо не будет хватать урона, и как следствие, они будут сжаться под вышки, а зажавшись под вышки, они теряют Ашу, теряют Бранда ульту, теряют полезность Нидали как таковой, ну и Кассиопея тупо не доживет до лейтгейма. Не, ну, согласен. Если идти по логике, смотрите, какая логика, если идти по ней. Мы видим, что они взяли Галлио. Отлично. Мы возьмем Кенона против Галлио. Отличный план. Они взяли Грейвса. Что делать? Ну, давайте возьмем Нидали. Грейвс не будет так сильно доминировать Нидали. Согласен. Тем более, что Грейвс против Ability Power сейчас довольно слаб. Чемпионов. Нам нужно чем-то ловить Шаю. Нужен Крауд Контрол. Мидер остался последним чемпионом. Берем для него Кассиопею. Нужен неплохой мидгейм еще чемпион. Вот вам Аша. Все это есть, но суммарно, только когда мы рассматриваем, понимаем, насколько это тупой пик. Ну, посмотрим. Может, прокнет. Тедика здесь задамажили. Очень сильно денег заработал Кей. И Тедди нажмет рекол вместе со Сноуфлавером. Ой-ой-ой, они не хотят вместе улетать на базу. Каждый поодиночке улетает. А у нас здесь какая-то надпись. Не знаю. Седжи или Зака был бы лучше. Так, Зак вроде был забанен. Не улетает Сноуфлавер вместе с Тедиком. Говорит, Тедик, я не полечу с тобой. Я сам останусь здесь. Тедик, я не Эдик. Говорит он. Вот. Я придумал. Кузан сразу же промахивается. Микки Мау со спеллом. Микки стоит здесь вардецкий. Никто его выбить не успеет. И все. Походу, они просто не играли еще вместе. Ну, посмотрим. С желтого голдера начинает Рейкан. Как и все Рейканы. Взял он себе Колосус. Вот это интересно. У Рейкана есть сейчас три выбора. Реальных. Вот я вот смотрел. Выбор первый. Самый логичный. Это брать усиление ваших щитков. Так как вы кидаете два щитка. Помимо этого у вас есть своя собственная пассивка на щит. И помимо этого у вас есть еще кушка, которая потом дает отхил. И понимаете, что он будет работать. А винт спикер будет работать. Второй вариант. Это Колосус. За счет вашего подкидывания вы будете получать себе щиток. Но будете очень редко его прокать на линии. Поэтому многие его не предпочитают брать. Так как тяжело этой мастеркой пользоваться. И третий вариант вас удивит. Очень сильно. Это та самая мастерка, которую берут на Нуну саппорта. Которую брал у нас Зак. Эта штучка, она работает с ультой. И вот в чем прикол. То есть самого замедления фактурного у вас нет. У вас есть подкидывание, после которого небольшое замедление накидывается на врагов. И есть ульта, которая накидывает на людей таунт. И на них же накидывает замедление. И как следствие, по ним вы будете наносить урон. На линии еще реже будете этим пользоваться. Но зато гораздо танковее будет сам по себе чемпион. Но это еще реже пикает, если что. Так что неудивительно, что выбор, наверное, стоял между Колосусом и Винспикером. Но выбрал Колосус. Я против лично Колосуса. Я считаю, Винспикер это правильный план. Какой там патч? 7-10, вот снизу же написано. Внимательней, смотри. Умтик у нас выходит на ганг. И походу будет сейчас третий левел от Сноуфлавера и прыжочек. Третий он получит со следующего мопца. Но не успеет. Умтика фейсчекнет Саньон. Умтик не попадает к уханом. Мискликает, прыгает Саньон в сторону. На своем флэше. И остается в живых. Бран дал неплохой прокаст. И даже не знаю, кто больше пострадал на этой линии. Но в итоге Кей тупанул и встал в перья Тедди. И Тедди его стянул. Об этих двух чемпионах сейчас, конечно, много будет английский комментатор говорить. Но про Азаю мы с вами уже говорили два дня назад. Ну, полтора дня назад, когда игралась она же Теддиком. А вот Райкана можно обсудить. У этого чемпиона огромное количество контроля в тимфайте после шестого левела. Потому что у него есть подкидывание с ультой и потом новым подкидыванием. Плюс все это время он еще выдает щитки. До этого момента он может организовывать ганги за счет своего прыжка с подкидыванием. Харасить на линии он практически не может. То есть весь Харас должен делать самостоятельно от Декери. Ну, чем-то вот похож на Жанну в этом смысле. Только гораздо полезнее Жанны потом в тимфайте. Ну и поэтому его многие и билдят. Точно так же, как Жанну. А что касается перьев. Перья три штуки накопились за спиной. Можно дать Ешку, стянуть их и поломать лицо. Тут у нас неудачно вообще Иксу разменивается. Какой-то дурацкий прыжок сделал внутрь и потерял больше ХП, чем отнял. Но там Даран Шилд очень важный. У Шая он тащит. Ганг от Недолин или попадает в Теддика. Но это не страшно. Перья, да, отлетают. Насколько я помню, у них количество есть ограниченное. Но оно точно было не 5, то ли 8, то ли 11. Короче, много перьев можно накидать. Ваш спелл Кушка накидывает сразу... Так, что это за врыв у нас здесь? От Шая. Шай делает врыв с флэша в Иксу. И он убивает, кстати, один на один Иксошника. Или мапсы прикрывает. Мапсы прикрыли, и теперь Умти будет наказывать скромняшку нашу. С флэша цепляется Умти за него, попадает в Стан, дает Кушку. Она замедлит Шая, и он умирает. Скромняшка был наказан за то, что потратил такой агрессивный флэш. Но не знаю, кому он что хотел доказать. Видимо, хотел доказать своим партнерам и, главное, своему тренеру, что я главный здесь чувак. Я главный игрок команды. Я клитором командую. Но не тут-то было, ребят. Зря. 10 плюс, говорят, можно точно. Ну, значит, 11 было число. Помню, там было ограниченное по перьям. Они там лежат какое-то время тоже. Не вечно лежат, понятное дело. Через Майдис. Санкван обворовывает Иксу. Кстати, попадает в него копьем. Четко. Тут Иксу настрадался. По ХП. Умти здесь рядом. Умти прикрыл Иксу. Но не очень удачно тот отыграл. Но он прилетел на линию. Фарма у него не было. Он решил пойти у Нидали поворовать. В итоге потерял тонну ХП. И сейчас чуть было. Не умер от Шая. Но Шая зато ульту просто так потратил. Подкидывание не попадает. Сноуфлавер. Почему эта комбинация хороша? Мы потом обсудим. Давайте сначала добьем немножко Тедди с его перьями. Так вот, Кушка кидает всего лишь два пера сразу. Каждая ваша автоатака дает перо. Она пролетает мимо. И перо дает вперед. Чтобы давать больше перьев, вам нужно давать W. W не помню, что еще увеличивает вам. Но вы главное оставляете больше перьев за спиной. Поэтому, чтобы прокнуть вашу Ешку, вам нужно дать Кушку плюс автоатаку. И тогда появятся три пера прямо за врагом. Ну и сможете его стянуть. А дальше уже можете через W харасить. Либо через ульту. Это сразу же оставить пять перьев. За спиной нанести урон. Очень похоже на Талоновский Кухан. Бывший Талоновский Кухан. Сейчас у него немножко по-другому по анимации. Ну а вместе они работают. У них дополнительные пассивки. Пассивка телепорта. Но это не так важно. Рекол, извините, оговорился. Это не так важно. Если один человек начал делать рекол, то второй может присоединиться к этому реколу. Независимо от того, сколько уже времени от того прошло. Вот он нажал Snowflower Recol. Сейчас мы с вами это и увидим. И Тедди просто вместе с ним среколится. Не надо будет ему нажимать лишний раз. Видите, одновременно улетели. Вот это вот использование пассивки. И второе. Есть пассивка дополнительного Snowflower. Напрыжок его. Он может на Заве прыгать с большего расстояния, чтобы ее спасать. Там расстояние почти в два раза увеличено, на самом деле. Довольно прилично. Но не так сильно это влияет на игру. А вот Тедди, там она поважнее. Потому что W она то ли скорость атаки давала, то ли дополнительный урон давала. И какой из этих показателей она давала, тот же показатель она дублирует и дает Рейкану. То есть Рейкан получает ту же самую пассивку. Эта пассивка на двоих работает. То есть если она вкачивает W, то эта пассивка работает именно на двоих. Я просто не помню, что там она дает. Надо гуглить, смотреть. За нее я не сыграл, по-моему, ни одной игры еще. Много уже сыграл с ней в команде, но вот именно сам, по-моему, ни одной игры еще не сыграл. Добро пожаловать в Рокстайгерс. Серый экран, твое будущее. Да, серый экран Шая тоже уже посетил. Но Шая сам виноват, он ворвался. Дамаг, как у Калисты, говорят, увеличивают. Ну вот, дамаг, как у Калисты, значит, и он получает дополнительный урон со своих автоатак. Говорят, что и скорость атаки, и дамаг. А, ну вот и то, и то. А, ну вот, все, более подробно. Написали атак спид и 20% бонусного урона от АД. Ну вот то же самое получает в руки и Рейкан. Такая же самая у него пассивка получается. В общем-то, на самом деле, от этого бафается очень сильно только Рейкан. Она почти никак от этого не бафается. Ну, Рейкан ее саппортом и является, а не наоборот. Так что, так и должно быть. Отходил в сторону от перьев, бери чемпов с контролем, и Зай превращается в дно. Полностью согласен. Внимательно следить за ее перьями. У Шая тут небольшие проблемы. Его тут подзонивают. Снимает немножко ХП. Он идет перейти по фарму, но его отзонивают от нового пака, который сейчас к нему подойдет. Правда, на самом деле, весь этот пак забирает себе... Ой, у Галлио неприятность. Он прописывает таунт, цепляет двух игроков. Ну, конечно, Галлио смеется в лицо этой опасности. Опасность она такая. Таится очень... Ну, здесь вряд ли что-то получится. Просто подпугивают Шая и блефуют в него. Так вот, опасность она такая. Смешная, потому что Кузан все равно собирает Магрес. И самое смешное, Кузан опять будет собирать, скорее всего, у нас адаптивный шлем. И, опа, подкидывание не успевает Санхион отпрыгнуть. Адаптивный шлем, и он как раз опять идеально зайдет против чемпиона, против которого он играет. И опять будет два Боттерка у команды Тайгерс. То есть, как бы это смешно ни звучало, но Тайгерсы как будто хотят, чтобы Галлио на мид взяли оппоненты. И Галлио на мид они получают. То есть, два Боттерка, у нас есть адаптивный шлем. И мы еще берем Кассиопею на мид, у нас тоже есть адаптивный шлем. Все. Меньше урона вы наносите? Ну, не на много, но на 15% все же. 15 лист, сейчас проверим. 10 на самом деле, не 15, не, вру, вру, 15. 10 это КДР, 10% у меня здесь написано просто, 10%. 300 плюс 10%, 300 хп плюс 10% КДРа. 15% снижение урона от дотов. Идеально все. Тем временем, там Умтику у нас в Соляндру забирает Рив Геральда. Но могу одно сказать, ребят, Тайгерсы выглядят, наверное, одной из самых слабых пока команд на этом чемпионате. Микки пострадал очень сильно на миде. Чуть не совсем понял, от чего он тут пострадал. Но, чтобы не было, хп ему нужно, чтобы стоять на линии, поэтому он вынужден реколиться. Нидали будет стоять за место него. В этот момент Рив Геральда забирает Умти, получает фаст рекол. Вышка на топе падает за счет всех этих гангов, которые организовывал Грейвс. А вышку решает не добить Иксу, и ФБ достается никому. 300 золотых было потеряно только что на ровном месте Иксушником. Не въехал я в этот прикол. Почему он решил не добить эту вышку, испугался так сильно. По мне, тут выгоднее даже разменять было свою смет за эту вышку, потому что это 300 золотых чисто тебе в руки. Ну и сам по себе шлем тоже хороший предмет. Мы сравнивали вчера с двумя Магре с предметами, которые могут, может собирать, позавчера, может собирать Сиджуани для себя, либо Спирит Визаж, либо Шлем, либо Абисал. И пришли к выводу, что он не намного хуже всех остальных. То есть там разница копеечная. Просто адаптивный надо выбирать тогда именно, когда у оппонентов есть доты. Ну и в данном случае так оно и получилось. Пассивный яд не так много урона наносит, ты издеваешься? Хорошо. Тут еще Deathfire Touch, кстати, я заметил, есть у Бранда, так что еще и Deathfire Touch. Ты понимаешь, что мы с пассивного яда, с Deathfire Touch и с дополнительного урона с Боттерка снижаем 15% урона на протяжении всей игры? Всей игры, абсолютно. Рип, что ты на это скажешь, а? Друг наш. А ничего не скажешь. Это очень хорошо. Я понимаю, что цифра вроде звучит маленькая, и ты вспомнишь, сколько дот наносит, мол, меньше соточки набирается. Ну, давай вместе вспомним, что вообще-то остальные предметы дают. И поймем, что разница между спиритвизажом будет в 150 хп, просто 150 хп лишних. И мне кажется, Кузан уже наблочил адаптивным шлемом, а он только появился у него, уже наблочил больше 150 урона. А там просто 150 хп флатовых добавляется. Ну, мы просто обсуждали это вчера. Тут Умтика убивает, но Вышка умрется уже на миде. Обидненькая немножко ситуация. Аша попала очень классно в свою ульту. И Кося передает флэш ульт, но не достает. Да и Рако прилетает сюда у нас Сноуфлавер, прописывает свою ульту по Кей. И Кей убьют за это, потому что он был очармлен и вынужден был бить с руки Сноуфлавера. Но бить с руки за Бранда это такое. Урон Бранд, конечно же, не нанес. В итоге его пришли и убили. Просто мы реально вчера сидели и перечитывали все эти данные на всякий случай. Потому что я как раз тоже поржался адаптивного шлема на Сиджуане. Я до сих пор с него. Лол, он не добился, кстати. Там 20 хп осталось у Вышки. Ну, там даже любой простой крепец, который подойдет, добьет эту Вышку. Так что недолго осталось ждать. Извините. Ждем на Утилуса МИТа. Было такое. Можешь не ждать, можешь перемотать на несколько сезонов назад. И было такое на Утилус МИТ. И Триндамир АП был МИТ. И Ирелия МИТ. Рамбл МИТ был. Знаете, мне кажется, тяжелее найти чемпиона, которого не было на МИТе. Потому что Фидлстик МИТ тоже был. Нидали МИТ была. Кенан МИТ был. Почти все Декери были на МИДе у нас. Кроме, по-моему, Кейтлин не была на МИДе. Я вот сейчас вспоминаю, Кейтлин вроде бы не игралась на МИДе. Калиста тоже не игралась. Кендредка не игралась. Ладно, я сейчас много все же вспомню чемпионов, которые не были на МИДе. Ну, давайте, если по этой игре пойти. Аша МИТ была. Кассиопея была. Нидали была. Кенан был. Бранд был. С этой стороны Джейс был, Грейс не был. Не помню, по крайней мере, я не помню такого момента. Шая она только появилась, Райкан только появился. Ну, давайте там на стандартный бот-лейн вспомним в этом сезоне. Стандартный бот-лейн. Кейтлин, Варус, Зайра. Оба этих чемпиона были на МИДе. Фанатики же играли Кейтлин на МИДе. Точно! Фанатики играли Кейтлин на МИДе. Было-было-было такое. Сарака была на МИДе, да. Вот Грейса я не помню. Грейса АД помню на МИДе. Который старый был. Вот этот реворкнутый Грейс с пятого сезона, его я не помню на МИДе. Ну, там пятый сезон середины, по-моему, да, его реворкнули тогда. Ну, что ж, колоссальное преимущество команды Дженейровцев. Я, честно, начинал как раз мысль поднимать до того, как ульта Аши прилетела на МИДе и убила нам Грейса, что очень слабо выглядят Тайгерсы. Просто идите по логике. Дженейровцы проиграли MVP 1-2. MVP выглядели не очень воодушевляюще. После этого нам показали Лангжу, как играют, как надо играть, вообще без шансов оставлять все команды. И тут Дженейровцы сейчас громят Тайгерсов 2-0, играя теми же мусорными пиками, которые вчера играли СКТшники. Кто не знает, СКТ вчера проиграли Самсунгом 0-2. Играя через Галио МИД, играя через какое-то непонятное подобие 4-танка Кейтлин сетап, оба раза вообще это не сработало, оба раза Самсунги их просто раскатали, как маленьких детей. Тайгерсы не знают, как раскатывать такие команды, такие сетапы. Но раз они этого не знают, значит, это по факту одна из самых слабых сейчас команд в Корее. Боттерк у нас не собрал до конца Шай, а купил себе он этот... Ух, вылетел из головы. Фрозен Маллет. И с ним сместился вниз. Поставили Вард. Вард тут же выключился, и значит, там стоит Пинг. Аккуратничают здесь Дженейровцы. Идет Галлиосовская ульта на всякий случай. Если вдруг произойдет Тауэрдайв, ничего не происходит. Не получается у Тайгерсов вообще ничего организовать. А это тот самый момент, когда с их сетапом вообще тогда... Если они сейчас не смогли ничего организовать, дальше еще будет сложнее. Значит, вопрос теперь по Дрейкам. Какие Дрейки там будут? Дженейровцам уходить? Если драконы плохие, играть еще можно. Если драконы монстры, там, какие у Инферналы 2 сейчас, или 2 Маунтайна, можно сушить весла, вылезать уже и гребсти ножками с этого чемпионата. Ну ладно, это первая только игра. Еще не проснулись, летние каникулы еще идут. Старая Сарака была имбой, да. На миде она была неплоха. Там комментаторы говорят, что добрался Рейкан до своей пассивки. 650 золота он заработал с Голдера и сейчас вкачал себе 10 левел. Он намекает, что он это сделал и просто вкачал 10 левел, а не вкачал ульту. Обычно, мол, делают, вкачивают ульту. Ну так, мол, выгоднее это тратить. То есть на 10 левеле это делают и вкачивают сразу себе ульту next level. Потому что сейчас, когда он доберется до 9 левела, до 10, он не сможет же вкачать ульту. Я правильно понимаю? Ульта-то все равно в 11 только качается. Это правило просто. 6-й, 11-й, что там следующий? 6-й, 11-й, 16-й. То есть ты просто по факту не можешь раньше ее вкачать. Он себе очко одно добавил. Ну, кто не знает, вот эта вот пассивка через желтый Голдер, там пассивка дурацкая, мне она не очень нравится. Это просто добавить себе один плюсик. Ну вот он плюсик в какой-то спелл вкачал. А вот, например, синий, мне больше нравится. Синий вы получаете ускорение после того, как вы попадаете любым уроном по оппоненту. Ну, оно так. Не суперское, но гораздо лучше, чем получить лишний пункт, который на 17 левеле, например, уже не имеет значения вообще никакого. А, говорят, что можно все равно вкачивать на 10-м уже левел ульту. А, ну ладно. Я думал, что на 17-м все равно ты ничего не получишь, а ульту все равно должен вкачивать 11-16. Это я реально неправильно понимал, значит, этот предмет. Ну, тогда пофиг на каком ты это потратишь. Как только добрался до 650 золотых, с этого предмета сразу же вкачиваете, как будто вы ловолапнулись, и не парьтесь. А я думал, что это надо реально и сидеть, и ждать, пока не доберешься до 10-го левела. Грейдить ее, получаешь 11-ю левел ульту. Ну, а на 17-м у тебя просто нет никакого плюсика. Новый голдер на рингаре круто работает. Какой именно? Зеленый с дополнительным щитком. Зеленый, наверное, самый юзабельный, потому что щиток постоянно нужен для фэйсчека милишникам. Желтый, вот, например, почти не юзануть нигде. Но зато желтый, как обычно, быстрее всего, извините, и зарабатывает денег. Например, Бранд, я думаю, до сих пор не прокнул пассивку. Где-то в среднем, на 9-м, 10-м левеле это прокается. Где он чат читает? Там, где надо. На анальном телевидении. Он мне не ответил сегодня. Ответили, ответили. Синяя монетка в фулл феросити ему дает. Серьезно? Прикольно. Ну, я понял, да-да-да, это типа монетки, а не ману, которую восстанавливают, а Ренгару сразу фулл феросити дается, 4 стака. Любопытно. А что она Владу дает? Или Ривенке? Интересно, как это работает. У них же маны нет, по факту, вообще. Должен, значит, давать отхилл хп. Посмотрел видосы Йомуса, не знаю, что это такое, о чем вообще ты говоришь. Не знаю, к этим играм, когда придем, тогда я буду рассматривать внимательно. Там спросили, кто сегодня выиграет в Европе, пока о них даже не думал. Да, что еще Гнару дает? У Гнара рейдж набирается. Владу, может, на Айнастаке дает, а Ривенке просто ничего. Ну, так вот, Ривенке хп тогда дает. Эту механику надо бы проверить. Просто таких наркоманов нету в игре, которые синие собирают. Ведь по теории эта штука должна давать ману, но раз у тебя маны нет, она должна заполнять эту шкалу, которая отвечает за ману, за отсутствие ее. Ясо должен, наверное, сразу щиток получать свой. Дай небольшой предикшн, ставку хочу залить на 35. Предикшн. Кто там у нас, Эчтукеи, с фанатиками? Думаю, Эчтукеи первую игру сезона не проиграют. Эчтукеи вообще очень любят хорошо начинать сезоны. А вторая там игра... Кто? Вот G2 с кем я не успел, я не прочитал. Кто там вторая игра-то написал? Ох, тут ловит Галлио, он дает перед этим, правда, таунты, поэтому у него был щиток достаточно крепкий, и урон он не получал практически. Ну, вы увидите, Галлио потерял меньше 1.4 хп, ну, 1.4, ладно, потерял. Так что не так страшно. Ясо должны сразу за это дать по морде, за то, что он взял голдер, да. А, сплайсы... Подожди, Эчтукеи со сплайсами, да, Эчтукеи, скорее всего, выиграют фанатики против миссфитов. Фанатики тогда должны выигрывать, по логике. Ну, это по логике старого сезона, если там ничего не поменялось, но я же и по командам не смотрел. У нас тут какой-то странный врыв от Шая произошел. Шая еле-еле остается в живых, Кассиопеева тратит свою ульту просто так, а вот этот врыв тот самый, про который я говорил, минус вся команда Тайгерсов. Шикарный флэш, пробежка от Рэйкана. Почему его не пикали до этого, я понятия не имею. Вы даже в моих салакушках видели, как я за Рэйкана такие же плейсы делал. Очень быстро можно стянуть всех игроков в одну... В одну корзиночку запихнуть их и эту корзинку тут же сжечь. Ну, не успел, к сожалению, Тедди дать свой проказ туда же. Если бы Тедди успел его туда залепить, это был бы Эйс. Но так, два игрока остались в живых. Нидали сразу же убежала вниз. Выглядело очень красиво и занимательно. Давайте смотреть еще раз. Подкидывание. Шая здесь умирает. Кассиопеева дала ульту, чтобы его спасти. И сейчас все уходят. И Рэйкан делает подпрыгивание с флэшом. Пробегает, стягивает четырех игроков. И сразу же минус три игрока образовались вследствие этого. Если бы они не отфлэшили, там три игрока мгновенно нажали флэш, как только их отпустило. Это ульта. А стянуть их дико легко. Какой билд у нас у Кузана, обратите внимание. Спирит Визаж, Фроузен Харт и Адамантиевый шлем. Фулл АД сетап, но при этом Галлио выживает на миде. Очень хорошо. Но опять против Галлио был пикнут чемпион, который скейлится медленно. У которого Дот есть. Все не то. Синдра была забанена, да? Просто теоретически Синдру можно было взять. Она бы его подоминировала на линии. А сейчас бы в тимфайтах игнорировала его и ваншотала бы всех подряд здесь. Заставила бы Хекс Дринкера делать. А пока они Хекс Дринкера собирали бы, уже была бы другая игра. А так, ребята, только один чувак собрал Хекс Дринкера, и это был Грейс. А ему он неплохо и заходит. Мы, в общем-то, доволены. А Джейс, видите, тоже собрал Ботарк. Странный выбор. Ну, видимо, сейчас все Ботарк собирают на Джейсе. Мы в прошлой игре с этого смеялись. Но мы, скорее, смеялись не с выбора Джейса Ботарка, а с того, что у Джейса была статистика 0-6 после линии. Заходит наверх. Рейкан попытался сделать врыв. Цепляет одного игрока Бранда. Бранд даже не успевает нажать R. Не, успел, успел, вру. Успел, правда, она в Кузана вошла полностью, и ничего это не дало. Сбирает монетки себе здесь сноуфлаер и переключается к своей команде. Ну что ж. Шило на мыло поменяли у нас Тайгерсы. Заменили они Линдоранга, получили себе Шая, который на Кенани сприт пушит в свою сторону. Только лишь больше ничего добиться он не может. Риколится Кузан, видимо, хочет что-то докупить и через телепорт вернуться на того мапса, который будет бить Вышка. Он даже просто сделал телепорт, не дожидался, пока Вышка начнет бить. Под холмгардами попытался забежать, не получилось. Прыгает на него Рейкан. Но у Кузана есть таунт, но нет флэша. Таунт нажимается. Сделает, стягивает Шая, Шая. Сразу же подкидывает сноуфлаер. Пошла ульта Кенана, но... Ульта Кенан, сами знаете. Там сверху, кстати, Бранд умер, кто не заметил. Битва продолжается. Это даблкилл будет сейчас для всех, кроме Зая. Зая ничего не получила. Она вроде бы в весь урон нанесла, а толку было маловато. 9-1. Мало киллов, да. Но... Вторая победа с Зайей в команде. Какой Кенан лучше, АП или АД? Смотря что нужно вашей команде. Смотря что нужно вашей команде. Ну что ж, записываем. Дженейровцы одержали победу над Роксами. 2-0. Становится у них по победам. Одна победа, одно поражение. А здесь... 0-2. От... Джагов. Ягуаровцы. Молодцы. В Корее пока какой-то немножко хаос творится. Те команды, которые обычно побеждали, сейчас проигрывают. Те команды, которые среднячок как раз выбирается наверх. Ну и те команды, которые проигрывали всем, они по-прежнему проигрывают всем. Это ничего не меняется. Но любопытно, любопытно. Посмотреть будет на следующий день. Следующий день у нас по Корее, я так понимаю, не завтра, а послезавтра. Да, все верно. Послезавтра Африка играет с КТ Ролстерсами. Африка уже одержала победу над новичками сезона, но 2-1 всего лишь. А КТ Ролстерсы были разгромлены 0-2 и хотят, конечно, пойти на реванш. А вот Тайгерсы вряд ли здесь что-то смогут сделать с Самсунгом. Самсунги так хорошо выглядели против СКТ, что вряд ли у Тайгерсов что-то получится. Ну и 4-го числа, первая неделя у них заканчивается. Что же касается сегодняшних игр, еще сегодня будет Европа. 18, через 2 часа я сейчас возьму, ребят, перерыв. Я думал с Олаку поиграть, но нет. Возьму перерыв, дело вот в чем. Встал. Надо немножко отдохнуть голосу. И Чтукеи против Сплайсов. Теоретически вроде Чтукеи должны победить эту встречу. Фанатики против Мисфитов. Эта встреча была в плей-оффе, фанатики победили без шансов Мисфитов. Теоретически и должны здесь сейчас победить. Но об этом будем говорить уже ближе к телу.